я говорю поскольку нас мало да вот ну у них своя работа у нас с вами своя верно значит мы с вами продолжаем наш курс сегодня у нас новая тема вот частично она конечно связана с тем о чем мы с вами говорили в прошлый раз да мы с вами уже помним что мы некоторое время назад уже так сказать вступили в эпоху гуптов да напоминаю вам еще раз эпоха гуптов это период 4 по 6 век ну так чтобы вам было удобнее все это понимать и так далее да это период когда индия вновь объединяется да и формируется в общем гуптская империя те или иные факты я вам рассказывал уже и в прошлое и позапрошлый раз надеюсь в целом вы их как бы помните да что мне не пришлось вам еще раз это все пересказывать вот а а датах я говорю просто для того чтобы немножечко так сказать освежить вот наши с вами знания да это очень важный период и не случайно его называют как не помните классический периода во-первых это эпоха позднего буддизма если мы будем говорить с точки зрения развития так сказать этой религии этого искусства этого мироощущения культуры и так далее да это поздний период о котором в целом мы с вами поговорили уже в прошлый раз да как бы основные как бы вопросы и проблемы до этой эпохи именно для буддизма мы с вами в целом разрешили посмотрели еще в прошлый раз а вот сегодня у нас будет ну в общем в целом достаточно интересный новый материал потому что сегодня мы с вами поговорим и посмотрим произведения и архитектуры и скульптуры тоже которые будут связаны уже с новой культурной традиции и то чтобы она совсем совсем нова нет конечно же индуизм так сказать и существовал ранее в несколько иных религиозных формах но тем не менее вот именно в этот период в эпоху гуптов начиная с 4 века да он набирает ну как бы такую свою можно сказать я бы сказала так государственную до если так возможно выразиться силу почему да потому что правители губской губской династии вот практически все без исключений прежде всего гупта чандра гупта второе которую мы наверное с вами больше чем о других каких-то правителях говорим и вспоминаем и в прошлый раз а еще раньше это действительно так он по праву заслуживает это имя до которое звучит как солнцем могущество помните извините очень жарко поэтому я все таки буду так вот и действительно хорошо известно что и чандра гупта 2 и его предшественники и последователи вот они действительно поклонялись да вот индуистским богам вот и действительно с этого времени ну скажем так авторитет как мы часто говорим именно этих божественных персонажей этих богов начинает значительно расти более того вот когда-то мы с вами говорили о том как ашока в свое время да дал некий ну вот так сказать некий вектор сообщил развитию буддизма то есть его теории его догматики теории нехорошо догматики да это очень важно он поддерживал развитие буддизма и в том числе есть версия что он тоже непосредственно принимал участие но как бы это сказать в формировании архитектурной традиции наверное на этот счет тоже были какие-то законы правила да потому что именно сашоки начинаются но так считают во всяком случае вот развитие именно каменной архитектуры раннего буддизма вот и здесь ситуация чем-то похожа почему потому что начиная с эпохи гуптов в целом я говорю конечно же да мы немножко так сказать обобщаем да эти данные начинается формирование индуистского храма то есть традиция индуистского храма вот если вас спросят или вы когда-то будете об этом говорить наверное в целом вы будете правы если скажете что вот с эпохи гуптов начинается программное совершенно осознанное формирование индуистской архитектуры да конечно если если бы мы с вами были ну мы так или иначе ими являемся если мы с вами были такими скрупулезными исследователями вполне возможно что мы нашли бы еще гораздо больше памятников традиции линий тенденции которые как бы предсказывали эту архитектурную линию или традицию вне всякого сомнения на поскольку мы с вами говорим о классическом классическом периоде эпохи гуптов да поэтому конечно нам важно посмотреть а как формируется это новое в данном случае для архитектуры для архитектурного творчества традиция индуистского храма это важно да ну и в принципе в целом даже может быть сейчас не столь важно именно сейчас не столь важно говорить о том каких именно богов да так сказать какие именно божества были в особом почете вот я думаю что это мы с вами так или иначе посмотрим уже по мере того как будем проходить каждый памятник в отдельности да потому что тот или иной архитектурный ансамбль или та или архитектурная форма она безусловно была связана с одним а иногда с несколькими божествами да это очень важно ну и позвольте мне ну опять же для того чтобы вас чуть чуть ввести в курс дела вот мы с вами говорим об индуизме да конечно я в целом предполагаю что наверное что-то вы о нем знаете наверно будет не слишком корректно начинать вот просто так с ничего да даже с храма да не сказать в несколько слов о том что же такое индуизм если мы будем говорить на эти в данном случае наверное его условно условно только для нашего с вами знакомства можно было бы как бы разделить на две основные тенденции во первых что такое индуизм для современной индии для традиционной индии и в том числе до современной индии индуизм я вам уже об этом говорила просто напоминаю это не просто верование религия это образ жизни да вот на сегодняшний момент это конечно же такое огромное некий мир до мир тех людей которые исповедуют буддизм которые живут в индии да вот в этой стране и соответственно так сказать всем своим всей своей жизнью до придерживаются тех традиций которые были разработаны и основаны и возникли но вот на протяжении не знаю скольких может быть даже двухтысячелетий я бы сказала даже и больше да потому что все-таки свое некое условно говоря основания индуизм как мы сейчас его будем с вами называть все-таки он наверное берет в какой религии отчасти в ведической религии да или видизме ну по-разному или брахманизм его конечно называют сразу вам скажу что конечно я могу допускать какие-то не то чтобы ошибки мне главное чтобы мы с вами друг друг друга понимали да с точки зрения терминологии да если мы отдельно говорили с вами о религии но вполне возможно что мы были бы с вами гораздо более как корректны как например вот знаете обычно говорят махаяна и хинаяна да и это все понятно и так далее но строгом смысле слова на самом деле понятие хинаяны но оно такое условно допустимое потому что правильнее ранний буддизм называть как нет но она мало киркесницы это буквально периода да да вот а тхировады до буддизм тхировады но для того чтобы все это было понят и знаете на самом деле в общем-то в хороших совершенно таких авторитетных изданиях по-прежнему говорят хинаяна махаяна но как бы все-таки нет ничего такого что можно исчерпать поэтому и у этих знаний тоже есть гораздо более глубинные так и в нашем с вами случае в целом мы понимаем откуда происходит теперь уже до формирующийся индуистский пантеон да в целом мы понимаем но надо всегда помнить что он развивался на протяжении очень большого периода верно поэтому те или иные божества выходили на первый план или наоборот как бы сливались даже вот есть существуют конечно такие особые механизмы в том числе и в религии да когда несколько образов казалось бы разных совершенно божеств со временем сливается в один и скажем возникает божество которое имеет все возможные функции да вот у него как будто действительно огромный пласт его таких обязанностей да как часто говорят и в этом смысле конечно же индуизм не является исключением да вот первое индуизм это образ жизни да давайте это возьмем как правило с другой стороны конечно же у из уинда у индуизма есть свои так сказать своя догматика определенная да свои определенные но так сказать концепции вот которые тоже со временем развиваются да и вот тут буддизм то тот тот извините индуизм о котором мы с вами сегодня начинаем говорить и дальше двигаться в этом направлении все-таки наверное прежде всего своей основой имеет вот эту систему да или концепцию как хотите можете по-разному ее назвать там идея три мурти три мурти то есть она представляет собой она конечно же достаточно относительно позднее по отношению конечно же к еще более древним до религиозным верованиям древней и средневековой индии но тем не менее знать ее необходимо потому что именно она даст основные направления развития я имею до концепция и вот этого периода который мы с вами говорим и всех последующих в том числе раннего средневековья развитого средневековья позднего средневековья и в конце концов даже современного как бы так сказать индийского менталитета и верования это очевидно так вот система три мурти представляет собой веру в трех основных богов да это бог творец или демиург как мы часто говорим все-таки есть такие слова которые нельзя обойти понимаете мы конечно можем сказать бог творец но все-таки но очень важно да вот это слово оно такое как бы характерная в том смысле что не все божества демиурги это очень важно так вот создатель творец да и вот эти определенные творческие творящие функции есть далеко не у всех богов не только в индии но и возьмите пожалуйста и древней китае какую-то другую вот в данном случае таким вот творцом и демиургом мира космоса выступает бог брахма брахма это древнее божество но есть такая у него есть такая особенность которая который нам с вами уже сейчас понадобится да дело в том что знаете как демиург вот так вот в целом считается что он создал мир огромный многоликий да и потом удалился отдел на самом деле если мы будем сравнивать эту традицию вот такого демиурга удаляющегося отдел очень похожие схемы есть во многих других религиозных системах вот что то есть я бы сказала так когда божество создав мир удаляется отдел это то что мы часто называем вот давно с вами не не произносили этого как бы этой характеристики этого наименования словосочетания культурная универсалия культурная универсалия да и вот таких богов демиургов по всему миру довольно много да в этом смысле индийская традиция не является исключением так вот создав мир он отошел отдел да и практически как бы вот космотворчестве вот этом да как бы не участвует но в качестве необходимого божества важного божества основателя в качестве персонажа тримурти до триады богов я бы сказала ни в коем случае не троица я обращаю на это ваше внимание но триады богов мы вправе это сказать то вот название такое да как бы характер произнести вот так вот он действительно он появляется на рельефах так или иначе мы будем его встречать но пожалуй вот таким основным главным теперь некой персоной божественной кроме как вот в эпоху губтов я обязательно покажу вам его такую величественную скульптуру она будет создана именно в этот период губский впоследствии вот вот как бы он теряет вот эту вот вот эту свою некую да такую вот некую высокую планку до своего такого ну собственно свою 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 роль и гораздо большей степени в этом смысле значительно почитаются два иных божества да которые тоже составляют систему тримурки тримурти начнем с создателя создателя не создателя созидателя вот таким божеством созидателем своеобразным но я бы сказала наверное ему можно одновременно и приписать функцию культурного героя так тоже может быть да хотя на самом деле он является по своим так сказать творческой своей потенции он является одновременно и культурным героем а вот и это вишну божество вишну божество созидающие мир то есть постоянно так или иначе, циклично, спасающий мир от уничтожения, от хаоса, восстанавливающий эту космическую гармонию. И вот в этом своем облике созидателя, героя, потому что он действительно, особенно вот в эту эпоху, в последующей тоже, но в эту особенно будет хорошо видно и заметно по всей его величественной воинственной пластики, изображение его той или иной статуи. И действительно, вот эта идея героя будет налицо, он действительно будет так выглядеть во всей своей героической полноте. Ну и те формы, в которых он проявляется в этом мире, получили название аватары. Я думаю, что с какими-то, может быть, основными аватарами мы знакомы, но вообще вот я тоже как-то интересовалась, какое же количество аватар он имеет. И, в общем-то, я так для себя запомнила, что их гораздо больше, чем их изображают очень часто, действительно. И вообще аватары – это проявление того или иного божества в предметном мире, когда он вот в ином облике, нежели, скажем, своем непосредственном антропоморфном. Он выступает в качестве какого-то особого главного персонажа, который борется со злом, выполняет какую-то другую функцию. В этом смысле аватары есть не только у Вишну, хотя почему-то все считают, что только у него. Это не так. У Шивы тоже есть свои аватары, а просто о них, ну как бы, поскольку их, наверное, в меньшей степени изображают, и таких вот туристических памятников, да, наверное, вот если бы специалист туда поехал, я уверена абсолютно, что это можно было, задавшись целью, это найти для полноты, вот такой вот, для полноты истории искусства. Но в целом, если вы будете рассматривать такие традиционные, скажем, книги и издания, как история искусства, малая, большая, к сожалению, вы там этого не найдете, но они есть, но они есть. Если вот вам действительно понадобится как-то узнать об этом поподробнее, вы это сможете сделать с помощью различных, ну как бы, и книг, и словарей по религиоведению. Вот там об этом сказано гораздо больше и, безусловно, интереснее. Но пока мы с вами тоже будем считать Вишну, так сказать, таким важным персонажем, который имеет свои аватары, в которых он проявляется в реальном мире, прежде всего, для борьбы со злом. И он принимает разные формы. Самые известные из них, давайте я вам прямо сейчас их назову, если вы ещё, может быть, вы о нём что-то знаете дополнительно, мне будет приятно, если вы мне будете подсказывать. С какой из них начинать, совершенно неважно, но некоторые выделяют, скажем, часть антропоморфных аватар. Что такое антропоморфные? То есть, когда он, совершенно верно, выступает в облике человека, в человеческом облике. И такие зооморфные аватары. Кстати говоря, о зооморфных аватарах часто ещё есть такие мнения, конечно, их можно поддерживать, можно нет, но вот считается, что через аватары проявляется некая, скажем так, какие-то пережитки, что ли, элементы вот такого древнего тотемизма, который в целом характерны для любой религии. А Индия, как мы с вами знаем, Индия, ну, с точки зрения религиозного сознания, она очень глубока, бесконечно. И в ней, в общем-то, все эти древние её пласты, так или иначе, они что? Сохраняются, верно? Поэтому даже если мы уже забыли об этом, всё равно некое тотемистическое начало, всё равно оно тянется. При необходимости его тоже можно открыть. Что такое тотемизм, кстати говоря? Вот видите, я специально захватываю какие-то темы, чтобы вам было, ну, не знаю, чтобы нам было с вами о чём поговорить. Что такое тотемизм? Вообще, кто такой тотем, и что такое тотемизм? Веропредметы? Ну, не совсем. Тотем – это всё-таки чаще всего какое-то животное, или ещё такое тоже бывает, или какой-то природный объект. То есть, например, тотемом может быть камень, тотемом может быть дерево, тотемом может быть – китайский вариант вспоминаю, да? Он мне очень помогает всегда. Даже радуга может быть тотемом, то есть природное явление, да? Но по большей частью, конечно же, тотемизм чаще всего выражается, его, наверное, через, как бы вот эту его характеристику хорошо знают, через представление о животных, да? Часто говорят, священные животные, да? Но прежде чем когда-то стать священными животными, они были тотемными животными, то есть, да, в них веровали в силу того, что их считали, ну, прежде всего, какое-то общественное, ну, не общественное, а какое-то, условно говоря, некое общество, да? Ну, как бы племя, например, верно? Вот, или род, допустим, да, или какая-то отдельно взятая семья, представление о том, что человек и животное – они кто? Родственники. Родственники. То есть речь идёт о кровнородственном родстве. Чаще всего тотемными животными становятся те животные, те персонажи, которые чаще всего обитают на той территории, где то или иное племя или род живёт, да? Поэтому они таким образом связаны и географически, и кровно. Это отдельная, очень интересная, конечно, тема, но просто я хочу, чтобы вы помнили, что тотемизм – это очень важная составляющая всех, без исключения, языческих религий. Даже если вы её почти не видите, вот вы её как бы утеряли, тотемизм – это что-то очень древнее, а здесь у нас совершенно всё другое. А вот это так и не совсем, понимаете? Во всяком случае, вот в Индии так, я знаю, что в древнеегипетской традиции это так, и, наверное, конечно, в Древнем Китае тоже, безусловно. Поэтому о тотемизме надо всегда помнить, да? И в данном случае, я ещё раз вам говорю, я не утверждаю, но, конечно же, есть предположение о том, что некоторые зооморфные аватары тоже связаны с древними тотемистическими верованиями, которые вот так из-под воли здесь проявляются. Так что давайте сначала начнём с каких? Антропоморфных аватар, Вишну. Это кто? Ну, может быть, вы их не знаете пока. Рама. Кто он? Царевич, правитель, царевич, даже царь бы я сказала. Рама – это герой эпической поэмы древней Индии Рамаяна. Часто её называют Рамаяна, но здесь я могу, конечно, немножко это самое позволить себе. Действительно, Рамаяна рассказывает о том... Это довольно древняя поэма, создание которой относится ещё... Она, конечно, была не единовременно создана точно так же, как Махабхарата. Конечно же, это собрание стихов, которые постоянно дополнялись в течение очень длительного времени. Но вообще почему-то считается, есть такая версия, что Рамаяна старше, древнее, чем Махабхарата. И вот как раз она немножко напоминает... Я просто вынуждена вам об этом сказать, но мы же не можем с вами сейчас вот так подробно, я же не могу вам рассказать её. Хотя, конечно, мне было бы очень приятно и важно, чтобы вы покопались где-нибудь и всё-таки более подробно этот сюжет для себя уяснили, потому что это очень важно. Дело в том, что и Махабхарата, и Рамаяна становятся совершенно неисчерпаемым источником изображения. Прежде всего, в какой? В индуистской традиции. Это и храмы, и рельефы, и скульптуры. То есть, действительно, для того, чтобы хорошо это знать и понимать, надо всё-таки иметь представление, если не о подробном сюжете, то хотя бы о том, что часто литуроаведы называют, знаете, как фабула. Фабула, верно? Вот есть понятие сюжет, а есть понятие фабула. Так вот, по своей фабуле Рамаяна напоминает Руслана и Людмилу. Кстати говоря, это неудивительно, потому что Пушкин в своей такой, как бы вам сказать, вот в своей такой фольклорной традиции, да, она у него достаточно сильно выступает через его сказки, через его поэмы. Вот в данном случае Руслана и Людмила, он действительно, я вам это авторитетно заявляю, потому что, ну, у меня был период, когда я занималась с преподавателями, которые очень хорошо этот материал знали, ещё когда к университету готовились. И вот сейчас действительно литература веды абсолютно уверена, что вот Пушкин, что это было? Вот какая-то интуиция особого рода или ещё что-то. То есть получается, что все его сказки, которые мы уже прочли, они нам как бы стали неинтересны, совершенно напрасно, потому что вот эта фольклорная традиция, тенденция, которая проявляется во всех его сказках, в том числе и в Руслане и Людмиле и многих поэмах, да, она настолько архаически осмыслена, что она иногда, и даже Проб об этом очень хорошо и много пишет, вот действительно, и казалось бы, что это сказки, которые были созданы относительно поздно, да, в XIX веке, понятно, но они настолько аутентичны по своей структуре, по своим образом всем, по своей числовой символике, а многим-многим другим, что они действительно нисколько не уступают таким вот традиционным фольклорным формам. Вот обратите на это, пожалуйста, особое внимание. И, конечно, ещё из-за этого Пушкин, вне всякого сомнения, заслуживает представления нашего всё, конечно. Это был какой-то удивительный совершенно гений, да, вот видите. В данном случае я не говорю вам о том, что он специально выискивал эту поэму, но тем не менее вот эта фабула, да, ну, так сказать, когда невесту или супругу, как в данном случае в Рамаяне, да, она уже не невеста, она супруга Рамы, да, такая принцесса Сита, да, её похищают, ну, дядька Черномор, как мы бы сказали. На самом деле в индийской традиции это демон Раванна, демон Раванна, который будет у нас неоднократно появляться в индуистской традиции и в скульптуре, да, но считается, что это, ну, вот такой вот гигант, да, демон, царь демонов, да, и вообще действительно всевозможные эпитеты ему в этом смысле невероятно сильные, который способен сражаться с любыми божествами, да, даже с самим Рамой, который является ничем иным, как аватарой бога Вишну. Вот, это очень интересная традиция. Всё остальное вы обязательно почитайте, да, потому что там важно, как разворачиваются события и что в итоге происходит. В целом, конечно, этот демон Раванна похищает Ситу, Рама отправляется на её поиски, у него есть друг, помощник, да, его поддержка, это знаменитый царь-обезьян Хануман, тоже очень важный, очень древний образ, и таким образом впоследствии он всё-таки возвращает себе супругу, вот. Ну, а остальные сюжетные линии, тоже очень важные и интересные, вы уже посмотрите сами, да, но имейте в виду, что это действительно одна из главных. И как ни странно, я-то как раз вот думала, что это нет. Вот недавно я прочла, что как раз, возможно, Рама одна из древних аватар Вишну. Ну, вот в силу каких-то особенных причин, об этом мы сейчас не будем говорить. Хотя мне всегда казалось, что зооморфные они гораздо более ранние, чем человеческие. Ну, вот есть такое предположение. Второй персонаж антропоморфного уровня, который воплощает силу и мощь самого Вишну, является бог Кришна. Чаще всего он, кем же он, собственно, является? Во-первых, есть отдельный цикл. Мы сейчас об этом говорить подробно не будем. Мы вернёмся к этому, когда у меня будет возможность вам показать это через изображение. Тогда будет особенно интересно про него рассказывать и его личную сюжетную линию. У него тоже там есть возлюбленная, прекрасная Радха, но Кришна – это такое очень сложное божество, которое вот там даже видно по его мифологии. Вот он соткан, часто бывает, из таких, ну, если мы по-человечески судим, из противоречий своеобразных. То есть в нём, конечно, доминирует добро, но тем не менее он выступает и иногда весьма лукаво, что-то он может, так сказать, что-то скрыть, что-то вот где-то даже своровать и так далее. Ну, в общем, такие интересные сюжеты, которые, в принципе, они важны не только нам с вами. Самое главное, что они были важны и интересны носителям этой культурной традиции, да? Потому что, действительно, рассказы о Кришне и Радхе, как воплощении такой счастливой любви в том числе, да? И, возможно, даже и счастливой семье, если хотите, всё равно вот такой образ у них, безусловно, был. Так вот они в своё время, не сейчас, несколько позже, он становится невероятно популярным. Но никто никогда не забывал, что Кришна – это всё-таки, прежде всего, великий бог. Да, вот он имеет такие свои особенные, он имеет на это право в силу определённых причин, необходимостей и надобностей, да? Но, тем не менее, это великое божество. И, кстати говоря, именно в облике возницы Кришны он выступает в такой части поэмы Махабхарада. Считается, она довольно поздняя, но, тем не менее, очень важная, которая называется Бхагавадгита. Да, вот в поэме Махабхарати есть особая вставочная такая часть. Многие исследователи считают, что она достаточно поздняя, то есть она формировалась гораздо позже, чем все основные сюжеты, фабулы и так далее. Это вполне возможно. Считается, что это одна из священных книг, это не мешает ей быть одновременно и вставочной книгой внутри Махабхараты, но это священная книга индуизма. И получается, какого индуизма? Ну вот средневекового уже, сформировавшегося, да? Я имею в виду какого? Как бы по времени, да? Потому что, поскольку действительно любая традиция, она формируется, она меняется со временем. И вот эта Бхагавадгита, помните, как были такие, именно как она есть, да? Песнь Господня, она может быть так переведена на русский язык, но мне всё-таки больше нравится Бхагавадгита. То есть я думаю, что это запомнить возможно, да? Так вот там действительно, собственно, она является ничем иным, как... Тоже посмотрите повнимательнее, потому что я немножко упрощаю рассказ о ней. Дело в том, что это повествование есть не что иное, как поучение, который вот тот самый Вазница Кришна, который в Махабхарате, вот он является воплощением бога Вишну, да? Он даёт наставление своему другу, своему воспитаннику, царевичу Арджуне, которое, по сути дела, является одним из главных героев поэмы Махабхарата, да? Она рассказывает о том, как два рода не просто взаимодействовали, а боролись за некое первенство, да? Ну, чуть-чуть, опять же, фабульно, очень напоминает Илиаду. Но фабульно, обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что я сейчас начала читать книгу, мне это очень нравится, хотя она такая немножко, как и всё научное, достаточно сложная. Так вот, там исследователь Васильков такой, Васильков – это петербургский исследователь, который всю жизнь занимается Махабхарой, вообще всеми эпическими поэмами Древней Индии. И он категорически пишет в одной из глав, что, ну, пожалуйста, не надо отождествлять Илиаду с Махабхаратой. Кроме общего, у них ещё огромное количество всевозможных различий. Если я успею прочитать эту книгу до тех пор, пока мы с вами расстанемся, безусловно, что-то интересное я вам обязательно расскажу. Так вот, действительно, только для того, чтобы вы уловили какой-то общий смысл, общий сюжет для наших с вами вот этих небольших лекций, на самом деле, всё то, о чём я только вот даже не рассказываю, называю, помните, всегда помните, это гораздо более обширное, интересное и порой, может быть, даже не всегда соответствующее тому, что нам приходится вам кратце говорить. Понятно? Для чего я это говорю? Чтобы у вас появился свой собственный интерес к этим вещам, чтобы наши с вами встречи были только толчком к тому, чтобы вы самостоятельно развивались и, конечно, узнавали этот прекрасный мир, который воплощён во всех этих многочисленных поэмах. Так вот, действительно, вот если возвращается уже, вот видите, немножко о Армаяне мы поговорили, о Махабхарате, значит, или Махабхарата так часто называют, но, честно вам сказать, я санскрита не знаю. Если бы вы меня спросили по-китайски, я бы вам поставила правильное ударение. Но главное, чтобы вы поняли, о чём идёт речь вот этой огромной поэме. И действительно, там противостоят друг другу два рода пандавов, которые, условно говоря, положительные персонажи, и братья Кауравы, которые воплощают негативный, противоположный лагерь, если хотите. На самом деле всё гораздо сложнее, потому что в индуизме, не только в Махабхарате, вообще это, конечно, одна из главных книг индуизма, верно? Потому что там и божества, не только люди, там и божества принимают участие. И в целом, можно сказать, наверное, так. В соответствии с индуизмом, наверное, такого абсолютного добра и абсолютного зла не существует. Потому что в каких-то ситуациях демоны могут вести себя очень достойно и совершать подвиги. И божества, ну вот возьмём того же Кришну, который, будучи маленьким мальчиком, у своей названной, ну, он был приёмным сыном, матери утащил огромный кусок масла. Ну, это я в качестве примера. Хотя на самом деле вот это вот лукавство и возможность поступать как-то не всегда по-божественному, она характерна для разных богов, конечно. И в этом, знаете, проявляются какие-то сложные закономерности этого мира. Вот надо понимать, что нет ничего абсолютно хорошего и ничего абсолютно плохого. В этом смысле, конечно, вот такой вот уже средневековый индуизм, наверное, мы вправе даже как-то чувствовать в нём некую философскую ещё тенденцию. Верно? Да? Потому что здесь однозначно это хорошо, а это плохо. Нет, такого нет. Тем более, что колесо продолжает вращаться. Вот эта идея перерождения, она всё равно является основной. И тем не менее, я сказала бы так, она таким образом невольно корректирует поступки всего и вся. В этом огромном таком вот индуистском, наверное, так можно сказать, мире и космосе. Так вот Каурава и Пандау довольно долгое, длительное время сражаются друг с другом. У этого есть свои причины, там есть, конечно, различные герои, женские и мужские. Но в связи как раз именно с Вишну дело в том, что у Арджуны есть друг, наставник и его возница, тот, кто правит колесницей Арджуны. И вот действительно он проявляет свою такую божественную сущность и свою воинскую сущность, поскольку он сражается и помогает ему как воин. И одновременно ещё в то время, когда это возможно, он наставляет Арджуну как раз именно во всём, в жизни, наставник. И вот эта книга как раз и представляет собой большое, конечно, обширное повествование, которое является вставочным, но очень важным элементом в Махабхарате. Так вот, Рама, Кришна. Ещё есть очень интересные аватары, которые, к сожалению, встречаются недостаточно. То есть практически, может быть, вот я нашла изображение, одно я вам её покажу. Два мудреца. Два мудреца, да? Такая ранняя аватара, она в эпоху губтов тоже появляется, но потом она как-то в каких-то основных памятниках, где встречается образ Вишну или, допустим, какой-то ансамбль, который ему посвящён, далеко не всегда все аватары присутствуют одновременно. Существует ещё Карлик. Здесь тоже как бы посмотреть, кто он, антропоморфный персонаж или нет. Тоже очень интересный сюжет связан с этим образом Карлика, потому что появляется он и вступает в спор со своим противником в качестве совсем небольшого такого маленького существа. Карлик. Речь идёт о том, чтобы, как говорится, проиграть землю одному другому. И они договариваются о том, что тот во владение получит то количество земли, которое сможет обойти. И, соответственно, тот как человек, как демон, верно, он это делает, совершенно не чувствуя никакого подвоха. В какой-то момент этот Карлик превращается в гиганта Вишну, который совершает знаменитых три шага. Вот есть ещё такая универсалия, три шага Вишну. Вот она связана как раз именно с этим. То есть он этими своими тремя шагами как бы перекрывает, он трижды перешагивает землю. Трижды, даже не один раз, а три. Почему я вспомнила об этой идее трёх шагов? Потому что это тоже особая культурная универсалия, которая встречается в других традициях. Она есть и в Древнем Китае, и во многих других. Что она передаёт? В чём её универсализм, скажем так? Она передаёт идею магической, космической и одновременно космической мощи. Потому что, скажем, я позволю себе сравнить это с древнекитайским вариантом. У нас там тоже есть персонажи, есть такой великий Юй, который тоже почитается в Древнем Китае как усмиритель потопа. Его демиоргом, может быть, не назвать, но культурным героем вне всякого сомнения. Так вот, очень часто в текстах и в памятниках упоминается так называемая походка Юя. Он тоже совершает её своеобразным таким вот образом, тремя шагами. Он в определённых ситуациях таким образом передвигается. И, кстати говоря, в плане Индии я не совсем уверена, потому что я не могу сослаться на какое-то научное исследование. Но в силу вот такого определённого религиозного, универсального сходства, есть такое предположение во всяком случае в древнекитайской традиции, что, возможно, это такие шаги, которые характеризуют походка шамана. То есть вот эта идея передвижения особым образом – это очень важно. А почему, собственно, три шага? Почему шаги? Или какой-то полёт или что-то ещё? То есть действительно получается, что в любых элементах, скажем, вот этой картины Вишну, которую я пытаюсь вам тут пока ещё на пальцах рассказать, вот в каждом буквально его образе, а внутри каждого образа ещё множество деталей, которые действительно нам раскрывают универсальность этого божества, его необыкновенную природу, глубинную, очень древнюю. И вот когда мы раскрываем эти его аватары, мы начинаем видеть, что действительно это не одно божество, а, возможно, какое-то очень большое количество разных более ранних богов, которые к эпохе средневековья были объединены в этот гигантский поистине космический образ Вишну. Понятно? Да? И некоторые аватары их особенно очень часто изучают, потому что они раскрывают происхождение Вишну, его. Откуда? С каких территорий? Где? Каким божеством он был когда-то? Из каких тех или иных таких вот религиозных традиций он вырос? Это необыкновенно интересно, но, конечно, это уже не чистая история искусства. Это понятно, да? Это очень важно. Ну и просто тогда приведу вам пример нескольких зооморфных его аватар. Если что-то забуду, возможно, нам с вами предстоит с этим встретиться. Ну, например, самые известные, которые мы сегодня тоже с вами посмотрим. Вараха. Вараха – это человека вепрь, то есть гигантский вепрь, который выполняет свою функцию спасителя, он спасает землю и так далее. И вот такой действительно в каждом случае это очень большое существо, величественное. И, кстати говоря, иногда достаточно откровенно яростное. То есть не такой вот, ой, какой миленький, душенька там, и всё такое. Я говорю, ни в коем случае, нет. Это яростное божество, поскольку в своей аватаре оно способно не просто побеждать, но уничтожая побеждать. Поэтому и Вараха, и ещё один персонаж, ещё одна аватара, например, Нарасимха, человека-лев яростный. Он всегда с когтями, это всегда оскаленная пасть, выпученные глаза. И внешне он действительно напоминает не просто льва, а некого демона. И это нормально, чтобы у вас не возникали противоречия. Как же он такой добрый, он такой хороший, почему же он... Всё гораздо сложнее. Вот это надо просто понимать и запоминать какие-то схемы, с помощью которых он изображается. Но вот это, пожалуй, самое главное. По мере того, как мы будем их проходить, я вам буду новые аватары называть. И третий персонаж системы Тримурти – это Шива. Это ещё одно божество, но которое, в отличие от Вишну, представляет собой разрушитель. Он разрушает Вселенную, прежде всего, для того, чтобы Вишну мог её созидать. То есть в известной степени Шива и Вишну представляют собой, скажем так, вот эту идею колеса. Оно же никогда не останавливается, и оно крутится и изменяется с каждым разом, верно? Я имею в виду, как бы в процессе цикла определённого изменяется. Поэтому Шива разрушает для того, чтобы открыть новый цикл рождений. Вишну созидает. Тот разрушает, этот созидает. Вот видите, в этой системе как бы действительно Брахме место как бы не остаётся. Он получает своё почётное место Творца, а вот этот акт творения, скажем, ухода космоса, не хочется сказать, или разрушение космоса и превращение него в хаос, выполняет Шива. Вишну созидает. И они великолепно друг с другом, таким образом, конечно, сочетаются, и никакой, так сказать, борьбы между ними не происходит. И обратите, кстати говоря, внимание на то, что в эпоху гуптов это ещё не видно. А вот в эпоху уже развитого средневековья просто будут целые области Индии, где будет почитаться Вишну. Такие вишнуиты будут, вишнуизм будет существовать. Мы нормально к этому с вами относимся, как секты определённые, которые одни почитают Шива, другие почитают Вишну. Но это не значит, что они другого, так сказать, изгоняют из этой системы. Нет, просто определённые области будут действительно создавать памятники, связанные с одним божеством, другие совершенно с другим. И это тоже будет очень хорошо видно и географически, и хронологически, по времени. Это важно, это интересно. Но в целом мы должны с вами всё равно иметь в виду, что они всё равно это колесо вращают таким образом, разрушая и созидая. Это норма. В связи с Шивой, что хочется сказать, но совсем немножко всё-таки, вот в этой системе считается на сегодняшний день, что Шива – это божество, которое, видимо, пришло и в древний брахманизм, и продолжая, так сказать, своё шествие в индуизме, это из иной культуры. То есть есть версия, что, возможно, тот самый Шива, который мы с вами… Не знаю, есть ли среди вас те, кто начинал со мной, когда мы говорили про Хараппу и Махенджидары, ещё про те самые древности, там очень часто на печатях, да и не только на печатях, и в такой мелкой пластике, возникал такой образ рогатого божества. Его часто называют прото-шива. Почему? Потому что по своим каким-то характеристикам, прежде всего, пластическим, на основе чего мы можем об этом сказать? Только на основе его формальной пластики. Действительно, многие учёные предполагают, что он, возможно, был каким-то прото-прото-прото-прото-шивой. Его так иногда и называют. Возможно, именно из этого персонажа в последствии возник многослойно, как бы воплотившись, уже такой совершенно сложившийся образ Шивы. Почему? Потому что всё-таки как разрушитель он несёт не то, чтобы зло, нет, он несёт что? Смерть. Если Вишну несёт жизнь и созидание, Шива несёт смерть. Но надо всё-таки всегда помнить и понимать, что это жизнь и смерть в контексте индийского космоса. Верно? И здесь поэтому как раз вот этот элемент драматизма, он тоже будет потом очень хорошо виден на отдельных памятниках, он как бы снимается. Это определённая стадия рождения космоса, верно? Смерть, за которой следует новое рождение. Но это всегда надо помнить. И вы знаете, в этом смысле он тоже похож на многих других персонажей, других пантеонов, где действительно смертью правит божество, не из своей традиции, как Вишну. Вишну он арийский. Понимаете? Вот так. А Шива вполне возможно, сейчас это всё больше и больше доказывается, он харапский. Вот так я бы сказала. Понимаете? И когда арии соединяются, они же приходят. Вот, к сожалению, у меня вас не было тогда, я не знаю, кто был или нет, наверное, уже не осталось тех, кто со мной. Этот материал как бы проходил, я рассказывала об этом довольно подробно, и слайды показывали. Так вот интересно, что когда древние арии приходят на ту территорию, которую когда-то занимала вот эта харапская цивилизация, они их не уничтожают, там совершенно своя отдельная довольно сложная история, но тем не менее они ассимилируют те культурные традиции, а вместе с тем и те верования, и мы даже теперь вправе сказать, и тех божеств, которые на этой территории находились. Вот, поэтому вполне возможно через какие-то иные опосредованные образы, вот из этого прото-шивы со временем возник образ Шивы, конечно, многократно изменяясь, дополняясь, и много чего там было, но тем не менее, возможно, именно поэтому он часто изображается таким яростным. С Шивой лучше не спорить. И действительно у него есть такие определенные иконографические как бы характеристики и схемы, в которых он изображается, как яростное божество, например, Шива Пхайрава. Есть, например, такая иконография, я вам тоже ее чуть позже покажу, это яростный аспект Шивы, когда он не просто разрушает, это почти демон. И вот эту его сложную природу, кстати говоря, в отличие от Брахмы, в отличие от Вишну, демонстрируют его многочисленные супруги. Мы с вами об этом немножко уже говорили, мы знаем. Так вот он многоженец, в самом хорошем смысле этого слова. И у него вот эта мужская одновременно яростная, но и женская природа, она воплощается в его многочисленных супругах. Как правило, у Вишну чаще всего супруга одна, он изображается парно с ней, воплощая таким образом гармонию, в том числе идею семьи, идеала и так далее. Это Лакшми. У Шивы их по меньшей мере четыре. Это Ума, это Парвати, это... Про Шакти нет, пока нет, об этом не говорим пока, иначе вы запутаетесь тогда совсем. Значит, просто запоминайте пока то, что я вам говорю. Значит, Ума, Парвати, Дурга и последний, самый яростный аспект, это такое воплощение демона и смерти одновременно, это богиня Кали. Как ни странно, она всё равно его супруга. Каждая из этих богинь, из этих персонажей воплощает какой-то аспект почитания этого божества. Это очень интересная тема. Давайте мы её не будем полностью раскрывать, а оставим её до лучших времён, когда действительно мы будем их просто видеть и понимать, в чём их сходство и различия. А давайте не сейчас об этом, ладно? Давайте так, поскольку я веду вас, я буду решать, когда мы будем об этом говорить, а когда нет. О Шакти мы ещё поговорим, но это впереди. Дело в том, что шактизм – это всё-таки, по-разному его можно называть, философия или развитие религиозных традиций, которые во всяком случае не в эпоху гуптов сформировались. Вот я о чём. Это более поздняя традиция, это уже развитие религиозной философии. Даже часто так говорят, что шакти – это религиозная философия. Хотя могут быть и противники всего этого. Но это уже связано с другим этапом развития индуизма. Верно? А вот сейчас мы с вами говорим о том, что нам понадобится для того элементарные инструменты, чтобы понять, а что мы здесь видим. Вот это нам как раз сейчас и нужно. Ровно столько, чтобы не запутаться. А всё остальное чуть-чуть попозже. Так вот, давайте всё-таки вернёмся к храмовому строительству. И действительно, это эпоха, когда формируется довольно активно такое творчество необыкновенное, а каким быть индуистскому храму. И вот мне всё-таки хочется, чтобы вы посмотрели сейчас, перевели свой взгляд с меня на экран и обратили внимание. Вот сейчас я вам показываю те храмы, которые были сооружены. От эпохи гуптов осталось не так много храмовых построек. Они по большей части разрушены. То есть целиком, конечно, на сегодняшний день не сохранилось ничего. Но, тем не менее, перед вами реконструкция отдельных некоторых из них. И посмотрите, какими они разными вот здесь перед нами предстают. Видно? Они разные, верно? Но всё-таки очень важно отметить нам, чтобы понять, в данный момент формируется всё-таки единая некая универсальная традиция индуистского храма. Значит, наша задача найти с вами во всех этих ранних постройках что-то общее, что их родних друг с другом. А это, безусловно, есть. Может быть, это не видно вот так вот сразу, но, тем не менее, это здесь есть. Первое, о чём я хочу вам сказать, обратите, пожалуйста, внимание, это трёхчастная структура любого храма. Вообще, да? Помните, мы с вами говорили, что храм строится откуда? Пирамидка с чего строится? Снизу вверх, верно? И поэтому, когда мы смотрим на архитектурную форму, мы не сразу, ой, вот башня здесь самая, ой, вход и так далее. То есть здесь тоже есть своя структура. Вот как сооружение наземное, будь то храм или что-то ещё строится, снизу вверх точно так же мы должны её и читать. Это понятно, да? Поэтому мы с вами сначала говорим о чём? О многочастности, начиная снизу вверх, верно? И в данном случае это, как я вам уже сказала, это три части по вертикали. Это самое главное. В данном случае структурно, композиционно. У всех этих сооружений есть три части. Они могут быть выражены по-разному. Что-то значительнее, что-то совсем меньше, иное совсем как будто бы не читается. Тем не менее, есть абсолютно всё. Посмотрите, у всех храмов есть некое основание. Обязательно оно есть. У кого-то очень большое и обширное, превращающееся в огромную, почти самостоятельную какую-то площадку, видите, по которой можно какие-то обходы бесконечные совершать. Многочисленные входы, лестницы, сколько угодно. Чем больше, тем интереснее и эффектнее форма. Но самое главное – это то, что она в принципе есть. И вот в этом смысле не упустите вот те два маленьких храма, которые тоже являются, они относятся к этой индуистской традиции, являются тоже своеобразными её родоначальниками. Мы видим это основание? Конечно, видим. Следующая часть – это что? Часто называют её целой, не важно как. Главное – это основное тело храма. Внутри оно содержит что? Прежде всего, статую. Их может быть много, они могут быть разные. Но когда мы говорим о структуре, для чего нужно тело храма? Для того, чтобы эта статуя там жила. То есть любой индуистский храм прежде всего понимается как дом божества. Это очень важно. Если мы говорим о доме божества, здесь ещё вступает в игру один очень важный элемент. Помните, когда-то довольно давно, опять же, когда мы начинали, может быть, это было не первое занятие, может быть, это было второе занятие, мы с вами вспоминали так называемую гору Меру, мифологическую гору Меру. А я вам тогда же ещё вспоминала гору Кайласа. Вот сейчас, кстати, мы тоже можем её отчасти вспомнить. Это такие своеобразные мифологические объекты, тоже культурные универсалии, которые являются воплощением мира и космоса, с одной стороны. С другой, мифологически, это те самые объекты, на которых что? Обитают божества. Где они живут? Они, конечно, могут жить везде. Но прежде всего, если мы говорим об индийской традиции, понятно, что есть и подземные божества, но это немножко другое. Сейчас мы с вами говорим именно об этом. Так вот этот образ мировой горы, которая обязательно должна, на котором живут божества или на котором живёт божество, как в данном случае, скажем, гора Кайласа. Кто там живёт? Шива. Часто называют её раем Шива, потому что там обитает и он, и многочисленные его божественные супруги. В этом смысле тоже мы можем это сравнить. Мы можем сравнить это с Олимпом. Меру мы можем сравнить с Олимпом. А Кайласу мы можем сравнить с чем? С Парнасом, например. Кто у нас там на Парнасе живёт в Греции? Аполлон тоже с его многочисленными. Кто они там? Ну, с музами, наверное. Верно? Мне очень важно, чтобы вы эти общие идеи универсальные подхватывали, чтобы не учили это всё заново и пытались запомнить, а понимали, что вот в этих индоевропейских религиях действительно есть очень много общего. И вот это общее очень правильно было бы его как-то заинтересоваться, им понять какие-то его структурные и формальные особенности. они очень важны. Поэтому не случайно, что в индуистской традиции храм должен быть завершён чем? Башней. Я даже не усложняю пока, я даже не говорю пока, как она называется. Конечно, она получит своё название. Но это обязательно должна быть башня. Это должно быть сооружение или дом божества с башней. Верно? Который прежде всего ассоциируется вот именно как раз вот с этим образом мировой горы. Вообще горы, которые являются центром вселенной, на которых обитают божества. Верно? Их который, конечно, к подножию которой или у подножия которой обитают люди. Конечно. То есть без вот этой связи, сама по себе где-то оторванная совершенно от людей, от космоса. Нет, такого не бывает. Потому что любой индуистский храм – это некий центр вселенной. Верно? А центром вселенной является что? Гора. Давайте всё-таки Меру. Мы говорим Меру, а понимаем и вспоминаем все иные горы. В данном случае Кайласа и многие другие. Это понятно в целом? Да? Очень хорошо. Поэтому, действительно, индуистский храм не может существовать без вот этой самой башни. Так вот, в индийской традиции, в индуистской традиции, нехорошо говорил, теперь уже в индуистской, слово индуизм, да? Вот. Эти башни получили свои особые названия. Называется она шикхара. Шикхара. Вот запомните, пожалуйста, да? Я часто буду говорить не башня, а храм с шикхарой. Одна шикхара, три шикхары, пять шикхар. И действительно, чем дальше, тем больше, конечно же, чем больше храм, тем больше шикхар может быть возведено. Верно? Над вот этой вот основной как бы частью, где живёт, где обитает само божество, чаще всего его статуя. Верно? Вот. Но шикхары со временем, ещё не сейчас, тоже, в зависимости от своей хронологии, в зависимости от своей географии, вот я только что вам об этом сказала, да? На разных территориях эти шикхары получили немножечко разное формальное воплощение. Есть шикхары более вытянутые, а есть какие более, ну, не скажем, плоские, более, как вам сказать, такой более пирамидальной формы, да? Действительно, вот в своём таком идеальном виде они как бы взмывают вверх, но есть и другие. Вот. С ними мы с вами познакомимся не сразу, постепенно. Это тоже некое развитие и трансформация этого образа. Но пока для себя запомните, что самое главное и общее во всех этих храмах – это трёхчастная структура, это обязательно низ, средняя часть, где помещена статуя. И, как правило, именно на внешних, не только на внутренних, а ещё и на внешних стенах вот этого домика, ну, понятно теперь уже, да? Вот этой целой этого дома божества тоже помещаются всевозможные рельефы, которые верующим и рассказывают, а кто здесь живёт, да? Ну, это я, конечно, немножко утрирую, но действительно, чтобы нам было понятно. И вот эти иконографические схемы, связанные с почитанием того или иного божества, они как раз и помещаются чаще всего вот на этой цели, вот на этой средней части, снаружи, ну и внутри, конечно, да? И ещё один очень важный момент. А вы обратили внимание, что они довольно маленькие, верно? Они такие, знаете, как часто говорят, да, они по-своему антропоморфны, то есть вот как бы формы такие, что они соотносимы с размерами человеческого тела. Но довольно долгое время вот эти ранние индуистские храмы, они были предназначены только для того, чтобы там жила статуя, понимаете, да? То есть со временем, конечно же, пространство храма, его различные части, вестибюли и так далее, они разрастаются. Но происходит это не в этот период, а несколько позже, верно? Поэтому вот эти ранние храмы, они не очень хорошее слово, но они необыкновенно, ну действительно, они подобны человеку. Вот эти формы, размеры, они действительно как бы подразумевают присутствие человека рядом. Но тем не менее, всё-таки, в основном, внутрь могут проникать только служители культа. А вот это прославление божеств или их супруг или каких-то иных персонажей происходит, как правило, вокруг. Это уже, конечно, не продакшена, но тем не менее, большинство ритуалов, подношения, пуджи и так далее, где? А оно не внутри, а оно снаружи. И вот обратите внимание ещё на один момент. Вот я, например, это очень хорошо чувствую, просто я к этому привыкла. Они какие-то очень пластичные. При всей своей архитектурной строгости всё равно вот эта башня делает все эти храмы какими-то необыкновенно живыми и витальными. Вот эти формы, они как раз продолжают вот эту традицию, как мы часто с вами говорили. Помните, праны? То есть во всём импульс жизни. Действительно, как будто жизнь с её соками, энергиями пульсирует во всех этих формах. Не только скульптурных, как мы увидим, но ещё архитектурных тоже. Очень трудно мне сейчас прямо сразу вам сказать, вот запомните вот это, запомните то. Но, по сути, мы сегодня с вами посмотрим, наверное, практически все эти храмы только с той оговоркой, что, конечно же, уже такие полуразрушенные, это понятно. Это бесценные совершенно сокровища эпохи гуптов. И я рада вам сообщить, что большинство из них не достраиваются, как это происходит со многими другими храмами. Они консервируются именно на таком уровне. Ещё один очень интересный момент. Вот вы обратите внимание, поскольку всё-таки это такая новая тенденция в архитектуре, и, конечно же, мастера не могли не использовать предыдущий опыт буддизма. А вот сейчас мне очень хочется, чтобы вот эти буддийские постройки или элементы буддийских построек вы здесь просто увидели. Ну, смелее. Ступа где? Ступа где? Ну, ступа прежде всего у нас какая? Круглая. Вот именно, да, она полусферическая. Именно этой полусферовой она всегда напоминает что? Нирвану. Верно? Лучше смотрите. Чуть-чуть лучше. Ну, во-первых, хорошо, давайте не будем тогда тратить время. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, номер четыре. Номер четыре. По сути, это та же самая чатья скальная, только построенная под открытым небом, построенная, не выдолбленная внутри скалы, а построенная как традиционное сооружение. Причем абсолютно точно, посмотрите, у нее есть такая вытянутая как бы форма, у нее даже есть обход, верно? И даже выделяется, хотя это и не ступа, но башня Шикхара, потому что это уже Шикхара, она все равно выделяет то самое место, верно? Где когда-то у нас в буддизме была внутри ступа, верно? Что мы вправе предположить? Что это самая сакральная часть храма, и, видимо, именно там, внутри, вот в этом, условно говоря, в кавычках, апсиде, находится самая главная статуя этого храма. И, таким образом, снаружи эта точка как раз выделяется вот этой Шикхарой. Первое. Еще. Вот не напоминают ли вам вот те самые простые, самые-самые простые сооружения, элементы вихар? Помните, как они создавались у нас, вихары? Они внутри могли быть достаточно простыми, прямоугольные, квадратные. Но все-таки, в отличие от Китая, индийцы предпочитали все-таки довольно четкие формы. Я вам тоже об этом говорила. Но вот эти своеобразные, как мы их назовем, тоже в кавычках, портики, что ли, некие галереи. Вот видите, вот эти выделенные входы, достаточно глубокие, они тоже взяты из традиции сооружения вихар. Это очень важно. В целом, и какие-то отдельно взятые детали тоже. Давайте посмотрим теперь, как это выглядит в реальности. Начнем, пожалуй, с этих самых ранних рамок. Когда мы видели это все на схеме, может быть, оно не так эффектно было вам представлено. А вот здесь, как мне кажется, видно гораздо лучше. Мы видим этот углубленный портик, мы видим, что действительно туда можно углубиться, можно выйти на эту часть, где действительно что-то совершить и так далее. И действительно, это индуистский храм. Не у всех индуистских храмов сохранилось посвящение. Возможно, этот храм, в котором не сохранились ни рельефы, потому что начинали действительно с самых простых форм. И в некоторых случаях до сих пор у всех храмов есть посвящение. Хорошо известно, что это просто индуистский храм. Но вот в данном случае, видите, он довольно известный, он находится в Санче. А Санче и в эпоху гуптов тоже оставался столичным центром, поэтому действительно и формы, и пропорции. Он совсем небольшой, но какой-то необыкновенно гармоничный, очень органичный. Можете меня спросить, а здесь шикхары нет? Да, здесь шикхары пока еще нет, но место для нее уже практически готово. В чем это выражается? В такой тяжелой немножечко кровли, верно? То есть верхняя часть тоже есть. Мы видим, что даже здесь без шикхары этих частей сколько? Но все равно их три, верно? Он один из самых ранних, самый простой, но тем не менее действительно от него можно отталкиваться, когда речь уже пойдет о развитии этих самых форм. Видите, он сделан из камня. Кстати, в этой архитектуре используется не только камень, песчаник, традиционно индийский, но еще и кирпич. Благодаря использованию кирпича, может быть, эти храмы тоже приобретают какую-то особую пластику. Еще один храм, кстати говоря, один из тех, которых мы с вами только что видели на схеме. Вот видите, он недостроен, то есть вот этот уровень разрушения его так и сохранили. В отличие от предыдущего, он построен из обожженного кирпича. Действительно, он как бы сам по себе очень похож на такую вырастающую постепенно шикхару. Видите? То есть вот это удивительное и очень важное для архитектурной формы стремление вверх, такая вертикаль возникает, она уже обозначена, да? Подождите, давайте микрофон спрашивать сейчас. У нас просят на съемки идет? Хорошо, у меня вопрос к предыдущему слайду. Я прям вижу ионические колонны греческие. Это случайность? Абсолютная? Просто настолько похоже? Да-да-да, нет, ионические колонны не похожи, нет. Просто не слишком хорошо эту форму, знаете, внешне. Чем похоже? Чем похоже? Чем? А вот я сейчас начну вас спрашивать, и вы точно не ответите на этот вопрос. Какие завитушечки? Какие? Какие? Я не знаю, скажите мне, но... Нет, это знаете, это что-то похожее... Нет, я не про... Нет, это нет. Нет, мы говорим вот про этот храм. Вот тот, который... А я вот про этот. Мы вот про этот говорим, да, да. Нет, 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 нет. Эта форма вообще может быть немножечко более поздняя, но в данном случае вы тоже немножко... Мне трудно говорить, ошибаетесь вы или нет. Нет, действительно, есть вещи, которые вот мы видим, и они и так далее. Но, во-первых, во-первых, самое главное... Ну, вот видите, мне все равно приходится делать экскурс, отрываться и делать экскурс куда? В Грецию, да? Значит, что мы сейчас видим? Это столбы, да? Потому что колонны греческие, они всегда какой формы? Округлые. Круглые. Они не просто округленные, они круглые, да? И если мы будем говорить... Знаете, есть здесь такая большая, даже огромная разница. Потому что, когда мы говорим о греческих колоннах, какие бы они ни были, это всегда ордер. Это всегда ордер, понимаете? Не просто колонна. Когда мы говорим колонны с завитушками, это просто внешнее впечатление, которое вот вы видели что-то где-то, и вам показалось. Греческая колонна – это всегда ордер, а ордер – это определенная система элементов, несомых и несущих. И у каждого из этих элементов, извините, короче, объяснить не получается. И у каждого этого элемента в ордере есть своя определенная нагрузка, да? Поэтому как бы вы увидели вот это вот элементарное, маленькое сходство, но ордер гораздо сложнее. Вот я когда, не знаю, когда ко мне приходят, иногда школьники приходят, и до сих пор, да? И там, знаете, это просто ордер, который начинается снизу. И вот эти все закономерности ордерной греческой архитектуры, то есть это, по сути, совсем другое. Понимаете? В данном случае вы видите не ордер. Вы видите просто одну деталь, которая вам показалась похожей. И вполне возможно, что если мы сейчас с вами, ну и сейчас, потом или когда-то еще, вот ближе или окажемся рядом, это может быть просто какая-то скругленная деталь. И чаще всего, я даже в этом уверена, скорее всего, с изображением каких-то, может быть, даже каких-то персонажей или каких-то, ну что лучше здесь предположить, каких-то образов растений или цветов, может быть, что-то связанное с лотосом. Как, кстати говоря, вот здесь, вот видите, вот здесь, там тоже есть рельеф. И это тоже элемент какой-то рельефной композиции, которая украшала, еще раз повторяю, не колонну, а столб. Вы поняли, в чем разница? Это просто квадратный столб. Совершенно верно. Да. И поэтому то, что мы видим, ну как бы вот, конечно, я что-то сравниваю, да? Но я сравниваю, исходя из того, ну вот, например, какие-то, я часто говорю, индоевропейское что, мифология, сюжет или что-то еще. Но еще раз повторяю, вот почему я прошу вас меня слушать внимательно, потому что это не повод вот это сходство переносить абсолютно на все объекты между Индией и Грецией. Дело в том, что Греция сама по себе велика. Что тут говорить? Но Индия велика не меньше. У нее своя собственная эстетика архитектурных форм. Сюда она не вписывается, верно? Почему? Это то же самое, что с изображением человеческого тела в индийской пластике. Вот я не случайно вам говорила, когда мы видим пластику античную, это сочетание, как и в архитектуре, несомого и несущего. Вот, раз и два сочетания. Но это не очень сложная тема, но тем не менее, мне придется тогда вам как бы об этом рассказывать подробнее. Это сочетание, вот мы видим, они абсолютно гармоничны. Вот, скажем, любая кориодида или любой атлант, это как и любой ордер сочетания, несомого и несущего. И все эти элементы, они работают только на это. Здесь другое, здесь пластика. Посмотрите, вот эти, ну, те не знаю колонны, потому что явно там разрушены, что там было наверху, внизу, не совсем понятно. Мы как бы вырываем этот кусок из контекста и начинаем как бы его дорисовывать, ну, чаще говоря, фантазировать. Но посмотрите вот на то, что мы видим точно. Посмотрите, здесь же отсутствуют такие пропорции, которые есть в греческой архитектуре. Вы видите, что вот здесь просто маленький столб и тяжелая кровля. Но это их не смущает. Почему? Потому что архитектурная эстетика другая. Они работают не с несомой несущей частью и гармонией этих частей, а с чем? С пластикой. Понятно? Понятно в целом? Но для того, чтобы было совсем понятно, надо, чтобы я сначала вам прочитала курс по античной архитектуре, верно? Или мы подробнее бы разобрали. Приходите ко мне в музей, пожалуйста, я вам покажу. Мы пойдем, встанем там, где кусочек этого самого Парфенона выступает, вот там чудесный ордер. Правда, он не там не анийский, там дорический в Парфеноне, не дорический ордер, но ничего, там деталей вполне достаточно. И там действительно видно вот эту закономерность несомого, несущего, куда вписывается скульптура и так далее. И там действительно все очень четко. Здесь другое. Здесь давляет пластика. Помните, я вам все время говорю, вот потрогать хочется. Так потрогать не только тело хочется, даже архитектура. Понимаете? Она материальна, она плотна, она витальна в какой-то степени. Почему? Законы другие. Потому что они иногда и в архитектуре, кстати, я вам в прошлый раз тоже об этом немножко рассказывала, работают как кто? Как скульпторы. И это важно. И вы увидите, что у них, может быть, не сейчас, вот чуть-чуть наберетесь терпения, и действительно они такие же необыкновенно пластичные, как и их скульптура. Это важно. Эстетика своя, другая. Понимаете? А мы очень часто привыкли судить все по Греции. Греция как бы мерила всего. Нет, нет, нет. Похоже, почему? Сравнивать нам не с чем. Ну с чем мы будем? Нам не приходит в голову сравнить это с готическим собором? Собственно, да? Вот. С Грецией сравнивают. Ну это нормально. Но вот в данном случае я вам просто объясняю, почему это не сравнимо. Это случайность. Да, как в прошлый раз говорила женщина. А вот я там вижу какую-то мордочку или еще что-то. Вполне возможно. Но это совершенно не соответствует как бы тому, что, да? Тем более, что это все-таки слайды и еще что-то. Ну понятно, что мы с вами находимся в определенной степени условности. И наши вот встречи условные, и то, что здесь снято условно. Но если бы мы были на памятнике, мы бы это все как бы развеяли. Но мы видим тоже только какой-то подблеск, да? От незримого очами. Совершенно очевидно. Давайте все-таки дальше продолжим. Да? Вот этот храм. Храм-башня в Пхитаргаоне. Вот она, пожалуйста. Это IV век. Еще раз вам напоминаю, что IV-VI век – это как раз эпоха гуптов. И все эти храмы были построены по заказу. Ну, как мы сказали бы, наверное, по правительственному. Ранние храмы, которые сохранились, вот, конечно, в этом смысле заказчиками, меценатами первоначально выступали, считается, во всяком случае, сами гупты или какие-то приближенные, да? То есть вот придворные, может быть, да? Или кто-то еще. Не всегда, еще раз повторяю, можно сказать и с точностью определить, а кто изображен. Но очень важно отметить, что здесь уже формируется вот эта традиция пластического оформления и внутреннего, и, самое главное, внешнего пространства. Вот если бы немножечко, чуть-чуть более четко здесь все это было, ну, наверное, мы могли бы определить, с кем это связано. С вишну, с почитанием Вишну или с почитанием Шивы. Вот где это точно понятно, да, по пластике? Ну, там, собственно, исследователи и пишут. Храм, посвященный, там, не знаю, богине Дурге. Понятно, что это шиваистская пластика и шиваистский храм. Вот здесь в меньшей степени, вот здесь трудно определить, кто же это. Поэтому часто он действительно фигурирует в литературе как храм, башня в Пхетергаоне. Сказать, что в остальной период храмы будут именно такими, это неправильно. Вы знаете, что? Я бы сказала так, что тот период, который мы сейчас с вами смотрим, это поиск образца. Они выбирают, они выбирают. И классический индуистский храм в итоге, он будет не совсем такой. Там что-то будет прибавлено, что-то будет, наоборот, убрано, понимаете? А здесь чем прекрасен этот период? Это период поиска и такого архитектурного творчества. Это замечательно. Когда они пробуют то, пробуют другое, что-то попроще, что-то посложней, что-то буддийское берут. Совершенно прекрасное время. Твори, выдумывай и так далее, и пробуй, и всё прочее. Вот один храм, кстати говоря. Вот этот храм очень хорошо. Это тот храм, который вы видели, может быть, вот здесь, с правой стороны. Он был такой величественный. Вот что от него осталось, к сожалению. Сохранилось совсем немного, но даже по тем элементам, которые вы сейчас видите, всё равно мы вправе определить его как храм, посвящённый богу Вишну. Или ещё у него есть своё санкритское название – храм Дашаватара в Диагархе. Что это значит? То есть храм, посвящённый основным аватарам Вишну. Если вам это сложно, вы можете его просто запомнить как храм бога Вишну, имея в виду и некоторые из его аватар. Они здесь не все изображены, но, тем не менее, какие-то здесь есть. Возможно, ещё они утрачены здесь. Ну, понятно, что это только начало традиции, поэтому здесь пока ещё не всему как бы найдено место. Но, тем не менее, этот храм является, пожалуй, одним из главных, из тех, которых сохранились, очень важным для архитектурной традиции этого периода. Всегда подчёркивается, что он был с достаточно высокой шикхарой, что у него была развитая нижняя часть, основание. Вот эти прекрасные лестницы, которые сейчас тоже частично, видите, они только частично сохранились, на самом деле к нему вели, вот к этой гигантской платформе, ну, не гигантской, но тем не менее внушительной, такой величиной платформе, вели четыре ступенчатые лестницы. И действительно, этот храм... Ну, вот не только в данном случае мы видим с одной стороны дверь, видимо, это, так сказать, центральный вход, но с остальных трёх сторон здесь были очень важные и значительные изображения бога Вишну, которые как раз и утверждают его образ как образ значительного величественного божества. Мы сейчас посмотрим с вами то, что сохранилось. Многое утрачено, но всё-таки многое сохранилось. В данном случае он построен, это не кирпич, это всё-таки камень, но это песчаник. Вот здесь мне как раз вот, чем нравится этот слайд, вы можете почувствовать его, ну, определённую пластичность этого камня, и, главное, вот этот охристый цвет, очень приятный, да? Получается он природный или... Да. Вы знаете, он, конечно, не на всех территориях одного цвета. Песчаник всё-таки бывает и белого цвета, да? Такого, может быть, серого, такого вот землистого. Но очень часто используют именно такую охристую породу этого песчаника, из неё создают и храмы, и особенно, конечно, это привлекает мастеров, когда создаётся скульптура, потому что это придаёт цвет как бы телу, плоти. Вот, это действительно очень как бы выраженно работает на такую витальность любой пластики. Это очень важно. Давайте посмотрим, что же сохранилось. Ну вот, я предлагаю вашему вниманию посмотреть его с разных сторон, да? Где-то сохранилось больше фрагментов, где-то меньше. Но, тем не менее, вот он был такой кубический в своём основании. Здесь бы у него была мощная такая верхняя часть, видимо, очень пластическая, пластичная. Но всё-таки как бы разница элементов, я имею в виду пропорциональная разница элементов, налицо. Всё-таки ещё как бы не пришли к какой-то такой удивительной гармонии, где и нижняя часть, и средняя, и шикара, вот они все как единое целое. Но ещё раз повторяю, это поиск, и такой поиск весьма и весьма удачный. Обратите, пожалуйста, внимание, вот здесь, тот слайд, который к вам ближе всего, вот вы можете видеть, где, собственно, вот эти основные сюжетные изображения как раз были помещены. Видите? Вот сейчас мы повнимательнее их посмотрим. Вот те, которые сохранились. Ну вот он. Конечно, здесь сохранились и различные декоративные детали. Посмотрите, их достаточно много. То есть вообще тело храма, всегда индуистского храма стремились украшать, безусловно. То есть, по сути, конечно, там оставались отдельно взятые какие-то незаполненные плоскости, но всё-таки вот это стремление сделать эту форму какой-то осязаемой, оно всегда чувствуется в индуистском храме. И поэтому действительно в нём как бы заложена какая-то особая такая вот не просто витальность, а какая-то энергия, вот это стремление к некому росту, разбуханию форм. Вот это всегда чувствуется у них. Вот здесь, ну вот в данном случае здесь рельефы сконцентрированы, основные рельефы сконцентрированы по трем основным сторонам. Вот и сейчас вы видите один из главных рельефов. Вполне возможно, что он как бы противоположен входу с той стороны. С противоположной стороны там вход, который мы видели, там дверь такая. А это считается одним из главных рельефов. Почему? Потому что он изображает одну из основных таких иконографических формул, что ли, в которой изображается Вишну. Бог Вишну возлежит на змее вечности. Конечно, у неё есть иконографическое наименование, но я тоже не буду вас им немножко утруждать. Вот запомните, пожалуйста. Это такая, ну вот что ли, одна из главных его ипос, и форм, и, скажем, такой вот формы его почитания. Когда Вишну, совершив тоже акт, ну скажем так, творения, да, ну не творения, а созидания, скажем так, да, он возлежит на змее вечности. Вот этот змей вечности, посмотрите, здесь в качестве такого маленького, но какого-то необыкновенно органичного, ну, может быть, матраса, что ли, да, здесь присутствует. Видите, нижняя часть, да? Что это такое? Это огромные кольца вот этих змей, которые в данном случае вот изображаются вот так. Действительно, по ним вы всегда узнаете вот этого, ну скажем, воплощения мировых вод, этого огромного мирового змея Ананду. Ещё у него есть одно наименование, его иногда можно, по-разному его называют, ещё иногда он именуется Шеш или Ананда, или змей Шеш. Но это мировой змей, да, который воплощает идею мировых вод первичных. И поэтому в данном случае, когда Вишну возлежит на змее вечности, перед нами сцена покорения хаоса космосом. Вот что это такое. Это не просто сюжет, когда он лежит, и когда ему все подчиняются, и, так сказать, кто-то его здесь сопровождает, всё это есть. Но он в данном случае всё равно чествуется и празднуется как кто? Как победитель, верно? Как победитель и созидатель. Вот эта поза расслабленности, она определяет его как победителя, который, посмотрите, победив этого змея, сделал его своим неким, условно говоря, основанием. И вот это одна из таких главных форм почитания именно Вишну. Конечно, герои, героический облик, безусловно, будет, но вот это одна из главных форм его почитания. И она есть практически во всех храмах, которые посвящены Вишну. Она считается одной из основных и одной из главных. Как, впрочем, есть и все остальные другие. Поэтому действительно здесь она не связана ни с какой конкретной аватарой. Это понятно? Здесь он представлен как великий бог, который победил хаос и восстановил космос. Это очень важно. Что ещё здесь мы видим? Если присмотреться в верхней части над ним, там тоже изображены либо гении в полёте, которые его... Мы с вами помним эту традицию, когда всевозможные летающие персонажи всегда составляют свит у того или иного божества. Так и здесь. Но в центре, обратите, пожалуйста, внимание, вот там... По-разному, конечно, многие говорят, считают, что это изображение бога Брахмы. Маленькое. Видите, он там восседает в позе лотоса. На чём? На лотосовом троне, на лотосе. И вот этот лотос, он действительно своим маленьким стебельком стремится к телу Вишну. То есть получается, что он как бы вырастает... Так косвенно, такая ассоциация возникает, что Брахма вырастает из этого величественного бога и персонажа. И ещё несколько слов, совсем немного, хотя, конечно, там можно очень много об этом говорить. Посмотрите внизу, кто это такие. Скорее всего, это донаторы или предстоящие. Большинство учёных считают, что, конечно, здесь, хотя это очень трудно определить, кто есть кто, представлены губцкие правители. И их, возможно, какие-то подданные и всё. Конечно, потому что здесь, внизу, здесь просто специальная сфера отведена. Для чего? Вот наверху божественные, хотя они как бы в одном контексте существуют, но посмотрите, он наверху как в какой-то своей абсолютной космической недосягаемости. А вот эти персонажи-человечки, обратили внимание, они как бы выступают вот сюда, ближе, как будто сцену какую-то. Там божественный сюжет разыгрывается, а они как будто вот здесь. Не буду говорить в портере, они где-то нет, но тем не менее они как бы присутствуют при этой грандиозной космической мистерии. Понятно, что я хочу сказать. И, с одной стороны, они составляют её неотъемлемую часть, потому что человеческая есть часть божественная, в рамках индуинского космоса, это вне всяких сомнений. Но, с другой стороны, видите, они как будто невольно всё равно отодвинуты, у них какое-то своё место не внутри этого сюжета, а как бы вне его. Верно? Они ему сопричастны, они его таким образом прославляют. В общем, действительно, такое ощущение, что там происходит космическая история, а здесь история какая? Земная, верно? И поэтому некоторые из них могут, конечно, быть больше брахмы и так далее, но контекст другой. Они находятся как бы в другом временном пространстве, видите? И они сами по себе тоже интересны, потому что мы видим, как они одеты. Если вы посмотрите повнимательнее, у них разные позы, немножко разные лица, у них и оружие совершенно разное у всех. То есть в меру этого они условно портретны, условно портретны. Понятно, что я имею в виду, да? Потому что действительно это недопустимо внутри этой величественной космической сцены. А вот здесь вполне возможно. Скажите, а вот самая левая фигура... Это же женщина. Да, это уже устоялась, это лакшпи, которая массирует пятки. Да, да, да. Просто здесь это не очень хорошо видно, но у нас будут изображения, которые будут совсем-совсем близко. Как правило, действительно, очень многие супруги и у Шивы так будет, но чаще всего у Вишну, они будут сидеть возле ног. Конечно, они могут массировать пятки. Понятно, что это такие детали очень важные, эмоционально важные. Но самое главное, они сидят у ног, верно? Что они всегда здесь, они присутствуют, они сопричастны, они рядом со своим господином, и они одновременно составляют эту божественную пару. Потому что, наверное, Вишну был бы неполным, если бы рядом с ним его вот эта часть женская не присутствовала. Понимаете? Поскольку это развернутая иконография Вишну, она обязательно должна быть здесь. Конечно, есть ситуации, когда они, например, обнимаются, то есть они как партнёры, как это сказать, как пара. Всё это есть обязательно. Но здесь надо понимать, Вишну, он гигант. Вы же видите, да? Вот здесь понятно, что немножко пропорции разные, но он представлен как гигант, который подчинил себе этого гиганта-змея, верно? Вот этих мировых вод, и возлежит на нём. Он не унижает его. Это просто такая формула расслабленности после покорения, после осуществления своего самого главного, важного подвига. Понимаете? Поэтому действительно он именно так изображается в данном случае. Давайте посмотрим, какие здесь ещё есть изображения. Поближе. Вот здесь как раз вы можете посмотреть все подробности. Действительно, это совершенно другой ряд. Посмотрите, какие они прекрасные, эти исторические персонажи. Их ну никак нельзя сравнить с теми, которые там внутри этого сюжета присутствуют. Это история. А наверху миф и ритуал. Есть разница? Огромная. И вот тут вот рядом всё равно это вот так вот присутствует. Мне очень нравится этот сюжет. И вообще, конечно, здесь такая... Всё равно это театральная такая композиция, верно? Которая выстроена совершенно великолепно. И ещё хочу, чтобы вы обратили внимание на вишну и лишний раз запомнили его корону. Вот этот его головной убор. Потому что у Шивы и у вишну они вроде как внешне немножко похожи. Они действительно вытянутые, они такие как бы вертикальные. И кажется, что тоже стремящиеся подобно Шикхаре вверх. Но у вишну она такая. У Шивы корона чуть выше и острее. Поэтому даже если нет каких-то дополнительных деталей, ну, атрибутов, как мы часто говорим, да? Ну, вы не знаете, кто. Но если вы увидите их головные уборы, вы всегда их отличите одного и другого. Вишну от Шивы. Вот ещё посмотрите на них поближе. Видите, здесь, возможно, действительно, может быть, здесь гупты, вот здесь может быть чья-то супруга. Ну, явно это не богиня реки Ганги, например. Часто в индуистских сюжетах она может изображаться. Или там река Ямуна или Джамна. Это исторические персонажи. Собственно, и постановка их такая весьма величная. Посмотрите. Руки так он складывает особым совершенно образом. То есть они здесь, в общем-то, свободны. Свободны в своей определённой позе, в своём присутствии. Но вот есть такая версия, ещё раз повторяю, что это исторические персонажи. Это, по сути, сюжет, повторяющий тот сюжет, который мы с вами только что видели. Да. Но только немножечко по-другому. Видите? Похоже на стандартных анарантов, поклоняющихся. В данном случае нет. Но вы же этот видите. Там у них и позы другие. Вот если мы говорили с вами раньше о... А что, собственно, странного? Это же гупты. Этот храм он строил, почитая Вишну. Ну, во всяком случае, считается, что Чандр Гупты тоже к этому был. Иконографии, да, допустим. Даже ранние возрождения. Там же они коленопреклонённые. Даже... Вы имеете в виду возрождение? Да. А зачем? Ну вот. Это то же самое, что и с античности. Зачем? Они преклоняются по-своему. Вы знаете, вот есть такое понятие, но как бы это тоже, в общем, для всей истории искусства. Есть такая... Ну, наверное, можно это слово использовать. Антитетическая композиция, да? Чаще. Это характерно именно для архаических культур и для рельефов или композиций, которые как раз в рамках этой традиции развиваются. Как правило, вот как мы с вами видели, там Будда впереди, в центре, а справа и слева там могут быть люди, ему поклоняются ученики, могут быть животные, даже, я не знаю, что, растения, да? То есть они справа и с левой стороны, они как бы уравновешивают друг друга, верно? И это нормальная такая традиционная композиция, очень характерная для архаических культур, в том числе для Индии. Но то, что мы с вами видели, это действительно важно. Они ему поклоняются. Но здесь, как некая действительно театральная сцена, они как будто в другой уровень выведены. Вы разве этого не видели? Другой уровень. Ну, только что мы с вами говорили. И это не то, что нам просто кажется, это так и есть. Видите, они стоят не в сфере божества справа и слева от него, а им отведено совершенно другое место внизу. И ещё здесь один интересный момент, который вы... Ну, просто у нас всё-таки вся история искусства, она всё равно на описании анализа построена, я его сразу замечаю. Вы просто этого не замечаете, ну, потому что вот как бы... Как это называется, да? Ну, просто это то, что называется язык описания, да? Обратите внимание, такое ощущение возникает, что они как будто несут на себе его. Вот они не физически несут, как атланты, а вот именно своим присутствием в другой сфере бытия. Это низшая сфера бытия, человеческий уровень, пусть и самый высокий. Это понятно? А там другой уровень. И вот в этом... Это не противостояние, это определённая иерархия космоса, которая здесь нам с вами представлена. Понимаете, что я имею в виду? Или нет? Ну, на самом деле, конечно, здесь очень много таких интересных деталей, науглубляясь в которые мы, конечно, просто не успеем сегодня всё это посмотреть. Но то, что это вне всякого сомнения так, в противном случае вот эти персонажи изображались бы иначе. Справа и слева, как мы когда-то видели это в случае с Буддой или с бодхисатами и так далее. Другой уровень восприятия, другой заказ, другая архитектурная линия. Понимаете? Поэтому, конечно, изменения будут, они есть. И вот эти схемы, к которым мы привыкли, к которым они привыкли, а не мы с вами привыкли, они будут сочетаться. Они могут быть такими, а в какой-то момент они опять могут стать другими. Понимаете? И здесь вот я говорю, вот нам мешает, когда мы воспринимаем новую культуру, всё-таки Индия в известной степени для нас, ну что там таить? Некая экзотика. Как если бы это был Китай или Юго-Восточная Азия, верно? Но всё равно мы со своей западной традицией мы привыкли. Ага, а в античности по-другому. Ага, а в возрождении тоже не так. А оно и не может быть так. Понимаете? То есть вот здесь просто надо иметь в виду, что какие-то общие законы, да, они есть, но в данном случае это какой-то более частный закон, который, кстати говоря, вот если бы мы с вами этим занялись, вот видите, сколько я времени трачу для того, чтобы отвечать каждому из вас. Да? Ну потому что я знаю, передо мной вся история искусства. Если мы поставим перед собой задачу найти где-нибудь похожую схему в, ну вы сами сказали, где, возрождении, то мы найдём её. Почему нет? Мы её найдём. Ну стоят они на коленях, да? Ну и у Джотто там есть. То есть там, если взять, например, вот этот период, там практически каждый художник создаёт свою личную схему. В чём уникальность тоже возрождения, да? Там у них, конечно, есть некое общее единство и целостность, восприятие, мировоззрение, понимание античности. Но почему, когда мы изучаем возрождение, мы изучаем даже не просто эпоху, а отдельно, Петтичель, Джотто и так далее, да? Потому что у них есть и то, универсальность, и другое. Одну проблему решают, которую он считает нужным. Они все там гении, все открывают этот мир. Здесь-то другое. Здесь традиционная культура, верно? Ещё раз вам повторяю, если бы мы задались этой целью, мы бы нашли это. Конечно, нашли, да? Потому что это просто художественное средство, которое, в принципе, доступно любой культуре. Просто в какой-то культуре она открывается так в определённое время, в какой-то совершенно по-другому. Поэтому сейчас мне вот, например, как раз и интересно показать вам, что это какой-то уже немножко другой уровень. Мы не говорим, какой лучше, хуже. Нет, просто другой. Они вышли на другой уровень. Почитание божества, изображение всего этого. Они хотят увековечить себя здесь. Вот они. И они не просто стоят рядом, верно? Кстати, они разговаривают друг с другом. Видите, что между ними есть определённое движение, они движутся. Не видите? Ну, конечно, конечно. Их связь с Вишном, она как-то не очевидна. Она очевидна по той простой причине, что он наверху, а не внизу. И в данном случае они своё место иерархическое полностью занимают. Понимаете? Человеческое и только потом божественное. Это как с мировой горой. То есть я уже пытаюсь разные для того, чтобы вам объяснить, что, собственно, происходит. Вот. У подножия гора, вот она, вот этот космос, это величие. Вот оно наверху. Поэтому в данном случае, хотя они его не поддерживают, но они всё равно своим присутствием вот в этой сфере они как бы держат его. Посмотрите, вот между ними эта балка. Вишна чуть глубже, а они чуть вперёд. Это очень важные вещи. Например, поскольку действительно я в этом смысле профессионал, это не хорошо, не плохо, просто это так и есть. Я просто знаю, как, например, на памятниках эпохи неолита. Неолит. Вы представляете себе? Керамика. Как там люди изображают два разных мира. И они тоже находят потрясающе интересные художественные средства. И они выражаются не только вот так. Вот так, а это справа, а это слева. Гораздо сложнее. Вы себе даже представить не можете, насколько. Например, вот два мира. Я знаю, я беру чаще всего такой развитый китайский неолит. Там, например, на одном сосуде, может быть, нарисовано что-то. Это один уровень. И тут же вылеплено что-то. Доказать? А как доказать? Никак. Это только опыт и исследование. Понимаете? Доказать это невозможно. Где тексты? Нет текстов, которые бы сказали, а вот здесь вот так еще что-то. Не там, не здесь. Понимаете? Поэтому задача... Собственно, получается, что я вас убеждаю, в чем совершенно непонятно. Искусствоведение – это такая же наука, только основана она не только на письменных источниках. Если есть письменные источники, то как у историков? У нас есть данные, мы ими пользуемся. Если у нас нет данных, это совсем не значит, что мы будем стоять на месте и ничего не делать и не открывать. Вот у нас, у искусствоведов, есть для этого, может быть, очень простое с вашей точки зрения, даже примитивное, как это, ну, оружие, как человек говорит, инструмент. Вот. Описание и анализ. Описание и анализ. Когда мы видим, и вот эти наши впечатления пытаемся облечь в слова и характеризовать эту форму. И уверяю вас, она работает, она работает. Соединенная со всеми более сложными, там, как сейчас говорят, герминевтика или там еще что-то, работает. Когда ты изучаешь памятник, первое, с чего тебе надо начать, с описания и анализа. Потому что это описание и анализ позволяет тебе поставить вопросы, а потом на них отвечать. И ты начинаешь уже видеть, ага, в этом есть закономерность, и в этом что-то такое. Памятник никогда не открывается сразу. Понимаете? То есть, конечно, нам с вами за какой-то небольшой промежуток времени надо все почикать, все это самое определить и так далее. Да? Это понятно, что вы мне в какой-то степени, ну, не то, что не доверяете, вы как бы сами хотите это увидеть. Верно? А сейчас мы с вами, вы видите это моими глазами, да? То есть, вы вынуждены мне доверять. Вот. Для того, чтобы вам объяснить, почему вы должны мне доверять, мы делаем такие отступления. Понятно? Верно? Вот. Поэтому действительно, поверьте мне, это какой-то, ну, действительно немножечко другой, как бы, контекст. Но еще раз повторяю, это совсем не значит, что прошлый пропал, а этот пришел ему на смену. Нет. Это тоже своеобразный феномен. Он есть, и мы обязаны его увидеть, да, и зафиксировать. Вот. В этом и заключается развитие любого искусства, стиля, в конце концов. Верно? Иначе как двигаться вперед? Вот. И, как мне кажется, вот это очень похоже на ту же самую схему, потому что персонажи уже нам с вами знакомые. Вот. Это точно так же бог Вишну выседает. Это немножко с другого, как бы другой, ну, не фронтона, а другая часть вот этого самого храма. Восседает на своем, вот здесь как раз появляется очень интересный персонаж. Помните, мы с вами говорили о ваханах. Кто такие ваханы? Это, во-первых, перевозчики. Студенты пишут, ну, что-то типа ездовая собак или что-то такое. Мне слово перевозчик категорически не нравится, поэтому я всегда люблю говорить вахана. Только надо, чтобы люди запомнили, что такое вахана, да? Потому что ваханы являются не только перевозчиками, вот перевозят. В первую очередь вахана – это зооморфное воплощение божества. Вот я считаю, что это главное. Не важно, кто везет и куда. Главное, что это зооморфный аналог Вишну. Понимаете? Точно так же, как будет зооморфный аналог у Шивы, у всех божественных супруг. Вот это важнее. А то, что он везет его или не везет. Ну, они вообще не всегда возят. Они просто рядом, как атрибут. Понимаете? И в этих зооморфных символах тоже скрыта вот эта древнейшая, может быть, даже еще тотемная природа этих божеств. Понимаете? А запоминают что? Что запоминается? Типа такси там или еще что-то, да? Перевозят ввозчик. Вахана – глубинная сущность того или иного божества. И, кстати говоря, у Вишну – это птица Горуда. Это птица Горуда. Сам по себе этот образ тоже такой сложный, синтетический, потому что у этой птицы… Посмотрите на нее повнимательнее. Здесь она как раз еще больше похожа на человека, да? Все-таки. Похожа все-таки. Со временем она будет все больше терять этот облик человеческий, и у ней тоже будет появляться нечто демоническое. Что мы здесь видим? Ну, мы видим… Вот слева не видим… В смысле, справа не видим, а вот слева видим. Видите, это такие как бы… Что это? Это крылья ее, да? Часть вот крыльев. И он так очень хорошо… Так сел ей хорошо на вот этот ее позвоночник. Ему весьма удобно, хотя он намного ее превосходит, опять вот этот вот космический гигант. Вот. Не буду отдавать этому времени, хотя на самом деле она – отражение его. Эта птица солнечная, эта птица хищная. Кто такая Гаруда? То есть про нее отдельная история, отдельная легенда. И она кто? Она сама Вишна. Понимаете? Точно так же, как у Шивы, например, у него даже не одна Вахана, у него несколько Вахан. Вот. И это такой вот… Ну, помните, я вам говорила всегда, что у нас вот как в архитектуре и в скульптуре особенно, мы как бы снимаем слои. Верно? Да? Вот здесь есть какой-то верхний слой понимания, сюжетный, есть какой-то более глубокий слой понимания, символический. И мы вправе снимать эти слои постепенно, пока мы действительно вот вглубь этого образа не войдем туда и поймем, а что же? Это очень сложно, но это очень интересно. Собственно, в этом тоже и заключается искусствоведение как наука. Верно? Это очень важно. Поэтому, конечно, что я вам делаю? Я вам сюжеты рассказываю, вот что я делаю. Пытаюсь вам объяснить некие гораздо более глубинные вещи. Когда-то это получается, вы меня понимаете, когда-то не очень. Вот и все. Но если бы мы с вами об этом не говорили, все бы наше общение свелось бы к чему? К сюжетам. Вот вишну, он такой-то, а вот это вот другое, он там какой-то другой. И, по сути дела, мы видим в чем-то где-то повторенную сцену, только он уже здесь не лежит на этом змее вечности, а летит на своей вахане. Тоже в своем таком совершенно, я бы сказала, эпическом облике. И здесь мы видим что? Во-первых, вот давайте смотреть то, на что вы обязательно будете обращать внимание. Корону видите? Она опять такая же, вот такая немножко скошенная, верно? Что у него сейчас есть? То, чего мы не видели на прошлой картинке. Видите, у него в правой руке такая дубина, верно? Это орудие, это его оружие. С помощью этого оружия он сражается и он побеждает. И когда мы видим его в качестве вот такого антропомор, величественного образа, вишну, он очень часто изображается с этой дубиной. Точно так же, как Шива с трезубцем, да? А у него, кстати, кроме этой дубинки, у него будет еще, у него будет и щит, и многое другое. Но это будет со временем, да? Их будет все больше и больше. Почему? Рук будет больше и атрибутов будет больше, верно? Но вот сейчас это пока такая, я не скажу, что это ранняя иконография, но она еще только развивается на глазах перед нами. Видите? Развивается и раскрывается. Слон, ну, в данном случае, честно вам скажу, я не знаю, может быть, есть какая-то особая коннотация сюжета, где присутствует слон. Не могу вам сказать. Может быть, это так и есть, да? Но что я здесь вижу, значит, опять же, это змей. Может быть, это не шеш, может быть, это какое-то его, как сказать, некая аналогия его, этого шеша, да? Часто мы таких персонажей, они нам будут в индуизме попадаться все чаще и чаще. Это наги. Наги. Мы знаем, кто такие наги? Ну так, да, очень приблизительно, да? Это как бы полулюди, это тоже низшие божества. Это полулюди, полузмеи, которые, кстати говоря, тоже имеют часто, ну, не природу, но тем не менее, они точно так же, как все остальные персонажи, как и сами боги, они парные, да? Поэтому есть наги, есть нагини, да? И вот для этой полноты они часто изображаются вместе, друг с другом. Так как и этого нага. Вот она, нагини, вот там, за ним. Видите, да? То есть это тоже как некая пара, как некая целостность, вот. И в данном случае они как бы намекают на этот важный подвиг Вишну, да? Это немножко другой контекст, да? Это наги и нагини. Но тем не менее, через них идет намек вот на этого победителя змея Шеши, вне всяких сомнений, да? Конечно, с добавлением каких-то очень важных элементов. Ну вот, например, вот этой птицы Горуды. Вот это то, что я вам здесь не буду ничего подробно говорить, просто очень хорошо, что мы их увидели, да? Это очень редкий иконографический тип, который, ну, редкий, потому что он не так часто изображается. Может быть, у меня просто нет, ну, во всяком случае, в каких-то изданиях, ну, таких доступных, скажем, вам изданиях, ну, его практически не найти. Я тоже его там, долго я их искала. У меня есть такая особенность, я ничего не забываю, и поэтому, когда я что-то нахожу интересное, я знаю, но у меня нет картинки, да, вот я все время их, поэтому, конечно, я уже не помню, но где-то я их все-таки нашла. Для чего? Да потому что любая аватара, для того, чтобы вы ее увидели и запомнили, и поняли, но она должна быть вот перед глазами, верно? Как они там изображаются, эти мудрецы, непонятно, да? Но вот опять же говорю, очень редкая аватара, когда Вишну – образ мудрецов. То есть в данном случае уже подчеркивается не столько его как бы характеристика вот этого воина, да, великого победителя, его мудрость, да, его мудрость. Видите, это очень важно, потому что косвенно это связано и с самим Кришной. Кришну можно воспринимать, ну, про которого я вам рассказывала, с одной стороны, его можно воспринимать как героя вот этих, так сказать, немножечко вот таких любовных похождений Кришны и Радхи, а с другой стороны, это великое божество, которое излагает ту самую истину индуизма, понимаете? То есть эти божества, они что? Они показываются очень разными, разными. Не то, что они высокие, низкие, нет, разными. Вот в каждом божестве гигантский мир, это очевидно, да? И вот через эти сюжеты как раз мы это очень хорошо видим. Посмотрите ещё, да, вот, пожалуйста, ещё какой-то вот фрагмент, который тоже связан. По сути, это то же самое. Вот он опять же, Вишна у нас с вами, но он в данном случае уже не лежит, а что? Он сидит на этом змее вечности, да? Кстати, этого шеша вы можете узнать по количеству голов. Чем больше голов, тем большая вероятность, что перед нами вот этот космический змей, который передаёт вот эти первичные мировые воды, да? Слушайте, очень жаль, конечно, но нам с вами пора давно заканчивать. Видите, как мы с вами... Я очень хорошо понимаю, что вам интересно всё, ребята. Мне тоже интересно вам всё это рассказывать. Это очень приятно, когда... Давайте хотя бы храм за пол... Нет, это уже другой пошёл. Ну что, расстаёмся, да? Опять до следующего раза? Спасибо. Вот. Если действительно вам каждый раз вот очень сложно это всё воспринимать, информацию, давайте тогда как-то по-другому. Может, вы тогда про этих Вишну и Шивы что-то сами почитаете хотя бы по интернету? Не волнуйтесь, воспринимаем всё замечание. Спасибо.